Дорогие братья и сестры, приветствую вас сердечно. Хочу поприветствовать вас словами, которые апостол Павел записал в послании к Ефесянам. Потому что в 6 главе, в заключении он пишет «Мир братьям», но я добавляю и сестрам, конечно, а дальше «И любовь с верою от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересно такое сочетание «Мир, любовь и вера», которые как бы не сходят с небес, и если мы это принимаем, то, в принципе, это должно быть в нашей душе, в нашем сердце, и тогда мы сможем в этот мир нести и мир, и любовь, и веру. Брат Александр уже сказал о том, что я приехал из Сакрамента, и это не первый раз я к вам приезжаю. Спасибо за приглашение. И продолжение служения то же самое, как и было ранее. И в прошлый раз, когда я к вам приезжал, говорил о том, что занимаюсь образованием в Тихоокеанском объединении. У нас есть несколько групп, которые обучаются, систематически изучают Слово Божие. Это были группы у нас и в Лос-Анджелесе, и во Флориде была группа у нас. Сегодня мы преподаем в Сакраменто и в Сан-Франциско. Также у нас есть группа в Испании. Было время, когда ваша церковь пожертвовала на служение в Италии, там мы закончили свой проект. Илья Данилюк занимается, вы знаете, это ваш человек, с вашей церкви. Мы там проводили три года, такой обучающий проект у нас был. И там также был Алик Шипук со своей женой Олей. Но сегодня они в Испании. Они в Испании, город Валенсия. И мы также там проводим образовательную миссию, так сказать. Там тоже у нас есть группа около 25 человек. Они там организовались в то, чтобы быть студентами. И они перешли уже на третий курс. Третий год мы там уже представлены. Вот такое наше направление. И в этом году мы также планируем набрать студентов. И хотим организовать группу, которые могли бы обучаться на английском языке. Это больше молодое поколение. А также мы будем готовить миссионеров. У нас будет программа специального миссионерского такого направления. И хотим набрать студентов на программу бакалавриата. Из вашей церкви года 4 или 5 назад обучались студенты. Это Евгений Ковалев и еще другие были братья. Их было четверо. Там я привез 4 сертификата. Нужно будет им вручить, когда они появятся. Они приехали, когда у нас было торжественное вручение. И сертификата в Сакраменто. Но, знаете, как говорят, награда должна найти своего героя. Вот. И что? Нет, все нормально. Они просто не приехали на выпуск. И все. У них все в порядке. Все нормально с экзаменами, с оценками. Они очень были посвящены. Каждый раз приезжали из Фресна. Молодцы, братья. Но, по крайней мере, не приехали на выпуск. Но, в общем-то, сегодня нужно будет им передать эти сертификаты. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, молитесь о нас, о нашем служении. Это очень важное служение. Мы знаем, когда Иисус Христос пришел на землю, то Он отделил для себя 12 учеников, которым должен был передать законы или заповеди Царства Божия, которые они должны были понести в этот мир. И когда Христос отошел к Отцу Своему, написано, и воссел Одесну и Отца Своего, то эту миссию по тому, чтобы пойти в мир, благовествовать и делать учеников, как пишет Матфей, это была миссия возложена на 12. Хотя один, мы знаем, что был предатель, но на его место снова же пришел другой человек. От них другие пришли. И вот уже 21 век. Мы от учеников Иисуса получили Евангелие, и мы же, как ученики Христовы, должны нести это Евангелие дальше в мир. Идите, научите все народы, крестя их вами Отца, Сына, Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Так вот, где написано «уча их соблюдать», там написано «делайте их учеников». Если мы не сделаем учеников, то кто дальше понесет Евангелие этому миру? Мы знаем, что апостол Павел еще ожидал Господа, когда он был еще на земле, я имею в виду апостол Павел, и он говорил фессалоникийцам о том, что будет восхищение церкви. А он говорит, а мы, оставшиеся в живых, восхищены будем. Мы также сегодня говорим этому миру, что будет суд Божий, мы будем восхищены, как говорил апостол Павел. Но когда это будет? Когда будет восхищение, никто не знает. Поэтому до времени пришествия Господа наша ответственность — нести благую весь этот мир, нести Слово Божие, примирять этот мир с Богом. Хотя, кто мы такие? Но Дух Святой, который в нас, Он дает нам силу, способность идти благовествовать Господа Иисуса Христа. Сами мы как бы ни на что не способны, но Божья сила, которая в нас. Как Павел пишет, мы глиняные сосуды, но Бог в нас, и Он совершает определенный труд. Вы изучаете блаженство, и вы блаженны, потому что вы изучаете блаженство. Хорошо, когда говоришь об этих вещах. Однозначно, когда у человека есть позитивное настроение, то он это настроение передает другому человеку. Если вы пойдете в путь и возьмете с собой какого-то человека с таким характером, который всегда ропщит, у которого в сердце всегда будет негатив, в претензии, всем недоволен, он отравит ваше путешествие, он отравит вашу жизнь. Но если вы в путь с собой возьмете человека-оптимиста, тот, который на проблему смотрит с позиции возможности, который дает проблема, то и вам будет хорошо. Если вам говорят часто о любви, вы будете делиться любовью. Если вам говорят о других таких позитивных вещах, это будет пребывать в вашем сердце. Если постоянно вам будут говорить плохое, то вы заряжены будете этим плохим. Когда брат Александр мне сказал, что у вас на сегодняшний день 9 стих 5 главы Иоанна для Матфея «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», то я немножко даже так ухмыльнулся. Почему? Потому что, ну так, по-хорошему, улыбка была. Потому что это серьезная тема, достаточно серьезная тема. Она не менее важна, чем 8 стих, «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И, наверное, Иисус Христос, когда говорил эти вещи, а Матфей это все записал, оно очень близко между собой. Если нет чистоты в сердце, если нет правильных взаимоотношений с Богом, то о миротворчестве очень трудно говорить. Человеку, прежде чем стать миротворцем, нужно навести порядок с Богом, чтобы прежде всего был мир по вертикали, чтобы потом его можно было распространять по горизонтали. Более того, должен водвориться мир в сердце. Собственно, в сердце человека только потом он может вот это настроение мира, покоя передавать другому человеку. Очень много мы говорим о любви. Очень много есть сложено песен, стихотворений, проповедей сказано, книг написанных на эту тему. Но очень трудно эту любовь проявить в жизни. Говорить легко. Но чтобы в жизни это проявилось, нужно приложить усилия. Это одна из тем о любви, которая трудна. Не трудно говорить, трудно делать. Мир то же самое. Понятие мира в Библии очень часто отмечается. И говорить о мире очень легко. Но как его творить, это непростая задача. И потому вот эта миротворческая миссия, она возложена на Церковь, самим Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому, когда сказали, нужно говорить об этих вещах, то понятно, что самому нужно быть миролюбивым. И не просто миролюбивым. Есть разница, миролюбивый и тот, который мир творит. Одно дело любить мир, а другое дело его творить. Стремиться к этому миру, быть миротворцем. И к этому призывает нас Господь Иисус Христос. Однажды я возвращался из Киева в Донецк, ехал в купе, и вместе со мной ехала одна женщина. Она неверующая была. И она очень грустная была. Смотрела все время в окно и молчала. Но понятно, что нужно было как-то заговорить, особенно нужно было сказать о Господе, нужно было сказать об Иисусе Христе. Но она не шла на контакт. Но потом какое-то время прошло, я спросил, почему она грустит. Она сказала, что она возвращается из Киева домой. Она была у мамы. И там произошел конфликт. Конфликт был на той почте, что мама отписала все свое имущество, квартиру меньше ее дочери, то есть сестре меньше. И она была очень обижена на свою мать. Она была обижена на сестру, что за ее спиной было проведено такое действие. Она этого не ожидала. Но мать решила так. Она отписала квартиру, и все, что там в квартире, меньше дочери. И она была очень обижена. И как-то нужно было утешить этого человека. Как-то нужно было направить ее взор от этого временного, материального на вечно. Что не главное это квартира, а главное отношение. Очень часто мы теряем мир из-за каких-то мелочей. Что-то такое произошло в жизни, мы потеряли мир. Раздражение пришло, гнев. И это настроение может передаться другим людям. Какие-то мелочи, как я уже сказал, кто-то повысил голос на тебя. Или ехав сюда на служение, кто-то там пересек неправильно улицу, или же подрезал нас, и у нас мы потеряли мир. Тут тебе жена что-то сказала, ты на нее уже... или наоборот. И ты уже что-то ответил неприятное, приехали грустные, приехали угрюмые сюда в церковь, и это настроение передается. А если это еще настроение у Александра, вашего пастыря, то оно передастся на всю церковь. Я этой женщине говорю, слушайте, это не главное. В жизни не главное. Вы потеряли мир в сердце, прежде всего. Вы, кажется, потеряли все из-за того, что квартиру отписали. У вас есть жилье? Есть. У меня квартира есть. У меня есть то и другое. У меня прекрасная жизнь. У меня муж, у меня дети. Радуйтесь этому. Благодарите Бога за это. Если мама так сделала, это ее было решение. Примите это решение. Это ее решение. Вы не знаете, как вы поступите, когда вам нужно будет составлять завещание. Вы не знаете, что это будет. Примите решение матери. Я ей рассказал пример, как Авраам сказал одному из царей, говорит, ни нитки не возьму, ни ремня не возьму, чтобы ты потом не сказала, что ты обогатил Авраама. Книга бытия написана. Дай вот тем воинам, дай, но мне не надо. Мне Бог даст. И у него в сердце был мир. Он не предъедавал ни на что. Он понимал, что главное не в этом. Друзья мои, самое главное, чтобы мы сохраняли отношения. Все материальное. Оно важное, но не должно оно стать препятствием к тому, чтобы в нашем сердце был мир, который мы должны распространять в этом мире. Мы с ней поговорили и, казалось бы, нашли общий язык, она где-то что-то поняла. Но с другой стороны, братья и сестры, знаете, как это сложно. Когда такое положение, когда такая ситуация, а тебе еще нужно радоваться жизни. Когда Иисус Христос говорил, что мы должны быть миротворцами, то, естественно, это задача церкви. И учение Иисуса Христа это благовестие, любви и мира. Христос сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это Евангелие, Иоанна 13, глава 34 стих. А 14 глава 27 стих он говорит, мир мой даю вам, не так, как этот мир дает, а я даю вам свой мир. В мире будете иметь скор, но мужайтесь, я его победил. Когда Иисусу Христу нужно было родиться в этот мир, помните, что говорили ангелы, которые возвещали пастухам о рождении Мессии? Они говорили, что будет мир на земле. Слава Вышне к Богу, мир на земле, человек от благоволения. С приходом Иисуса Христа пришло весь примирение неба с землей. Иисус Христос выступил миротворцем. Ради того, чтобы примирить Бога с человеком, ему нужно было взойти на крест и пострадать за наши грехи. Поэтому основная миссия христиан, это та, которая была положена миссии Иисуса Христа. Он первый из миротворцев, который пришел для того, чтобы, как я уже сказал, примирить Бога с человеком. Слово мир стоит в одном ряду таких высоких слов, как мать, хлеб, свет, жизнь. У вас недавно была группа Ковчег, братья были у вас, пели. Они с Донецка, как и я с Донецка. Я из Сакрамента сейчас, но вообще-то родом я из Донецка. Знаете, конечно, трудно об этом говорить, но когда они показывали кадры, наверняка они вам тоже ролик показывали, что происходит в Донецке, знаете, сердце кровью обливается. Тяжело смотреть. Даже исходя из того, что я уже больше 10 лет, как проживаю в Америке, но глядя, что происходит в Донецке, разруха, страдания, в некоторых местах даже, ну не скажу голод, но трудная ситуация с работой, с зарплатой, люди выезжают из Донецка, молодежь практически вся выехала. Кто в Россию, кто в Украину, ищая куска хлеба. Старики остаются одни. Моя мама там живет 83 года. Брат старший. И, знаете, для них слово мир имеет особое значение. Живя в Америке, имея мирное небо над головой, хорошие вооруженные силы, которые защищают наш мирный сон, мы даже не вздумываемся о том, что значит война, и что значит вот эта разруха и трудности, которые сопряжены с боевыми действиями. Но там ситуация сложная. Но когда ты смотришь на это все, ты переживаешь вместе, и ты тогда понимаешь, что вот слово мать, хлеб, мир, свет, жизнь, это действительно очень важные слова. Не просто слова, а состояние. Состояние духа, состояние положения вещей в обществе. Поэтому, братья и сестры, говоря о том, что Господь призывает нас к этому, то нужно сказать словами Петра, который говорит о мудрости. В третьей главе, извините, Иаков пишет об этом, он говорит о мудрости. Когда он говорит о языке и переходит на мудрость в третьей главе, он говорит, мудрость, исходящая свыше, она, во-первых, чиста, а затем мирна. Очень много Господь уделяет времени понятию мира. Вы только попробуйте взять за основу и посмотреть, сколько о мире говорит Библия. Особенно Новый Завет. Сколько раз апостол Павел, другие апостолы употребляют это слово, научая нас, что это должно быть в нашей жизни. Состояние мира, которое мы должны нести в этот мир. И не только в этот мир, а в нашей семье, в то окружение, в котором мы с вами находимся. Это очень важно и нужно в нашей жизни, в нашем мире. Интересно, что слово мир, оно, это по словарю, состояние мира – это спокойствие, согласие, отсутствие вражды, ссор, войны. Противоположное понятию миру – это слово война. Это не устройство, и, в общем-то, конфликт, и все, что не есть мир. По подсчетам ученых, за последние 56 веков, ну, в принципе, сколько мы считаем, вот, да, от начала, как Бог сотворил человека, где-то прошло, ну, сколько там столетий, да, ну, где-то 56 веков, произошло около 14500 войн. Неутешительная картина. в которых погибло более трех с половиной миллиардов людей. Представляете? Этот мир практически постоянно находится в положении или в состоянии войн. Посмотрите вокруг себя, братья и сестры, сколько сегодня конфликтных ситуаций. Я никогда не мог подумать о том, что в Украине когда-то может разразиться военный конфликт. Спокойно всегда люди жили. Что произошло? Почему это произошло? А потому, что каждый ищет своего. Не того, что угодно Богу или ближнему твоему, а чтобы какие-то свои собственные амбиции восполнить в своей жизни. Чтобы за счет кого-то иметь больше, за счет кого-то обогатиться, за счет кого-то иметь положение, выйти вперед. Поэтому мы видим, что со времени грехопадения вот это конфликтное состояние человека, оно его преследует всю его жизнь. И первый конфликт как раз и был между Богом и человеком, а затем перешел межличностные отношения. Два брата, Каин и Авель. Что такое? Почему? Что это родилось в сердце Каина, что он поднимает руку на своего собственного брата? Мы говорим, сегодня воюют братские народы. Слушайте, сегодня воюют между собой родственники. Самая непримиримая группа людей, к сожалению, это родственники. Потому что они больше друг о друге знают, больше друг другу требования выставляют, больше претензий к родителям, братьям, сестрам. Откуда это братья и сестры? Да потому что плоть действует, потому что грех царит в сердцах людей. И от этого исходят всяческие конфликты, неустройства и все худое, как пишет слово, как говорит Слово Божие. Каин обиделся на Авеля. Слушайте, братья и сестры, но ведь при чем тут Авель, если он приносит жертву Богу от сердца? И Бог воспринимает жертву Авеля, а Каина нет. Ну выскажи требования Богу, выскажи Ему свое недовольство. Почему ты свою ненависть направляешь на брата своего? В чем он виноват? Мы иногда моделируем такую как бы ситуацию в своей жизни и направляем свой гнев и претензии к людям. Ну подумайте, братья и сестры, кто дал вам эту ситуацию? Не для того ли проверить Бог хочет наше сердце, что в нем, когда какая-то ситуация такая в жизни появляется, где нужно проявить вот это, знаете, и снисходительность, и прощение, и любовь? Не для этого ли? А мы раздражаемся, а мы начинаем конфликтовать и думаем, что в споре мы можем победить. Да мы только усугубим положение. Миротворец это тот, который, знаете, вот свое собственное я туда подальше. Его интересует не его личная такая-то, знаете, вот авторитет или еще как на него посмотрят люди. Для него главное, как на него посмотрит Бог в этой ситуации. Этот момент очень важен. Слово Божье говорит о том, что наш Бог не любит войну. Да, были, допускал войны, но от него, не от него это зависело, от людей это очень часто зависело, потому что Бог человеку дает собственную, так сказать, свободную волю. У него есть право на самоопределение. Нам иногда говорят, ну почему Бог допускает войны, там страдания. Слушайте, когда Каин убивал Авеля или может быть какие-то другие вещи, Богу это не угодно было. Но человек, восполняя свои какие-то амбиции и претензии к этому миру, это от него зависит, как он будет себя вести. Бог назван Богом мира, Римлянам 15.33 мы с вами читаем. Иисус Христос назван князем мира. Книга Исаии 9.6 Когда апостол Павел пишет посадение к римлянам, он говорит, что Царство Божие это не пища и питье, а Царство Божие это праведность, радость и мир во Святом Духе. Слово Божие направляет наш взгляд на то, что Бог по природе, Он есть любовь и мир. Но опять же, люди иногда это неправильно используют, а потом претензии к Богу. Я уже сказал, что Иисус Христос, когда Он пришел на землю, Он пришел в этот мир, и миссия Его была миротворческая, но второй раз Он придет уже не для того, чтобы делать мир между Богом и человеком, Он придет уже судить этот мир. И вот здесь очень важно, что человек творил, находясь в теле, доброе или худое. Иисус Христос протягивает руку человеку. Он является инициатором мира. А человек должен уже ответить на Его призыв, на Его протянутую руку. Да, мы с вами читаем о том, что Иисус никогда сказал о том, что Я пришел в этот мир не принести мир, а принести меч. Читаем мы об этом, правда, братья и сестры? Есть такое. И произойдет разделение в семье. И об этом мы читаем. Но здесь есть очень важный нюанс, что не тот, который познает Иисуса Христа, будет атаковать того, который рядом, а наоборот произойдет. Как раз христиан и будут гнать те, которые живут по плоти. Знаете, когда я покаялся, мне было 28 лет тогда. и принимая крещение, я пригласил, естественно, родственников на крещение. Мама моя была на крещении, отец тогда уже, в общем-то. И пришла мама, и у нее было очень тяжелое на душе, на сердце состояние. Она грустная такая была. Ко мне подошла одна сестра из церкви и говорит, слушай, после проповеди мама твоя какая-то такая грустная, печальная. Может, она покаяться хочет? Я говорю, ну подойдите спросите. Она подошла, а у нее другое настроение. Она говорит, я сына потеряла. Он стал баптистом. Я потеряла сына. Они же все православные, знаете, там в Украине. А вдруг я стал в церковь ходить. Ей стыдно стало за то, что ее сын стал посещать дом молитвы. я сына потеряла. Но в моем сердце наоборот, еще больше почему-то Бог дал любви к родителям, к жене, к детям. То есть состояние возрожденного человека, оно обратное. Тебя будут атаковать, а ты будешь это все сносить, прощать, вмещать и улыбаться только. Ты приходишь, на тебя там, ну извини за такое выражение, наезд, да? Родственник, мы пришли, на какой-то юбилей был у моих родителей, мы пришли с семьей, родственники собрались и давай на нас. Вот вы то, то, другое. Мы просто смотрим на них, улыбаемся и думаем, что за состояние, почему такая агрессия, откуда это? Вот как раз об этом говорил Христос, что я пришел разделить и невестку со свекровью и родителей с детьми. Как раз об этом он говорил, но люди рожденные свыше, они наоборот, они будут угошать конфликт, они будут угошать вот это состояние вражды, ненависти, агрессии, любовью и миром, потому, когда Господь говорит, что вы будете миротворцы, будете мир творить. Не просто любить этот мир, не просто наслаждаться этим миром, а вы должны выступить миротворцами. Миротворцы это те, которые внутри имеют правильное соотношение с Богом и самим собой. Мы с вами читаем послание апостола Павла к Ефесянам. Там есть описание доспехов христианина. «И меч возьмите духовный, которым вы сможете угасить стрелы лукавого и щит веры, как раз вот щит веры вы сможете угасить стрелы лукавого, и меч духовный возьмите, истинно и чресла ваши припояжьте». Интересно, вот там написано о том, что и обувь возьмите благовествовать мир. Вот иногда мы думаем, что это как раз говорится о благовестии, что мы должны идти в мир благовествовать. В этом тексте употребляется греческое слово «эрней». Это не мир, тот, который Бог возлюбил как космос, где мы читаем «Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего». Это не о мире, как системе мирской говорится, или о мире людей. Когда апостол Павел пишет «благовествовать мир», он говорит о духовном мире, «эрней» это как раз духовное состояние человека, которое он нести должен в этот мир. «эрней» это киволент еврейского слова «шалом», который имеет в себе понятие не просто мира, как я уже сказал, спокойствие или отсутствие вражды, а еврейское слово «шалом», которое всегда употреблялось в приветствии, это употреблялось для того, чтобы принести человеку такое даже не понятие, а больше, как действие процветания, благосостояния, здоровья. И вот это слово «эрней» это эквивалент слову «шалом», это то, что мы говорим «мир» сегодня. Так вот, как раз это параллель тому, что говорил Господь Иисус Христос. Миротворцы это те, которые получив от Господа мир в свое сердце, покой, утешение свыше, должны его распространять в этом мире. Метутся народы, замышляют тщетно. И только церковь сегодня способна донести эту истину до людей. Церковь должна выступить как бы миротворцем для всего человечества. Но только интересно, знаете, братья и сестры, вот какой-то парадокс существует. Сегодня в этом мире очень много говорят о мире. Очень много говорят о мире. Вот послушаешь новости, там, где происходит конфликтная ситуация, политики обязательно говорят о мире. Договориться, подписать какие-то коммуники, может быть, или договоренности определенные. Опять вернусь к Донецку. С 14-го года там уже конфликт идет. 14-й год. Вторая мировая быстрее закончилась. Слушайте, украинцы с россиянами, что произошло? 7 лет. 7 лет. Мы уехали когда в Америку, ну, естественно, продали свою квартиру. И у нас, ну, помните, да, как вот в советских многоэтажках на одной площадке две квартиры находятся. И мы хорошо с нашими, они были, ну, неверующие, но мы с ними хорошо ладили, с нашими соседями. И вот новые, так сказать, те, которые у нас купили квартиру, они заехали, и мы с ними иногда переговаривались по телефону. вот. И тоже они такие были нормальные, спокойные люди, нашли общий язык между соседями. Ну, когда начался конфликт, то вот наши соседи заняли такую сторону, ну, как бы украинскую. А наши соседи, которые там долго жили, российскую. И вот, когда моя жена позвонила нашим, так сказать, старым соседям, да, и она говорит, как ваши отношения вот с нашими, ну, те, кто у нас квартиру купили. Она говорит, да было все хорошо, пока мы не поняли, что не Бандеры. И между соседями конфликт. На какой почве? Почему? Откуда это? И вот смотришь политики, они как бы договариваются о мире, но как только говорят о мире, как слово Божие говорит, ты больше за оружием. И сегодня спокойная страна там, где больше ядерного оружия, они спокойно спят. Почему? Потому что, ну, как бы на них никто не нападет, да? Если хочешь мира, то вооружайся, есть такое понятие в этом мире. Братья и сестры, ну, мы не из этого теста сделаны. Мы народ не агрессивный. Смотрите, апостол Павел пишет в послании Галатам, какой плод духа. И мир стоит на третьем месте. Любовь, радость, мир. Очень часто Слово Божие направляет наш взор на вот это понятие мира, добра. Потому что у нас есть действительно миссия от Бога, небесная миссия быть миротворцами. Для того, чтобы нести в этот мир божественный мир. и на это мы с вами призваны. Нам не нужно учиться в войне, нам не нужно быть агрессивными людьми, чтобы навести мир и порядок. Нам прежде всего нужно получить прощение грехов и мир от Бога, который мы в будущем сможем распространять. когда Иисус Христос посылал своих учеников в этот мир и отправлял их на проповедь в Англия, то Он им говорил так, когда входите в какой-то дом, то говорите, что? Мир вам. Но чтобы принести этот мир, действительно, ты должен сам быть мирным человеком. Слово Божие говорит, кто хочет иметь друзей, тот должен быть каким? Сам дружелюбным. Ты не можешь иметь много друзей, если ты конфликтный человек, если ты постоянно с претензиями, если ты постоянно будешь таким, знаете, высокомерным, напыщенным человеком, разбегутся все от тебя. То же самое это касается мира и многих других вещей, таких вот абстрактных понятий, как любовь и многое другое. Ведь мир, он не просто на бумаге, он в деле должен быть. Как здесь написано, блаженный, мы с вами прочитали, миротворцы, те, которые делают мир, хранят, стремятся к миру. По роду своей деятельности, ну, пастыря, наверное, понимают ситуацию и тоже подтвердят, так сказать, эту также ситуацию, которую я хочу сказать. когда приходишь на посещение в какой-то дом, и ты сразу чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь атмосферу, в которую ты попал. И если в этом доме царит любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу, тебе там хочется задержаться еще и еще. Но как только ты заходишь и на пороге ты, как будто какой-то туман такой, знаете, как черное облако на тебя повисает, ты понимаешь, что здесь не все в порядке, здесь конфликт, здесь нет должного такого уважения друг к другу, понимания, нет благодати Божьей. И когда начинаешь разговаривать, ты начинаешь понимать, в чем проблема, что здесь постоянный конфликт и постоянный крик. Я не мистик, но знаете, отчасти мы, конечно, мистики, потому что мы говорим о духовных вещах, да? Но это какая-то аура нехорошая, и тебе хочется просто как можно быстрее выйти с этой квартиры, потому что атмосфера не очень приятная. Поэтому, когда Господь говорил о том, что приходишь и говори мир, и старайся делать этот мир, навести там порядок, подсказать людям, как выйти из такой ситуации, чтобы действительно запестрило разными красками, цветными красками в этом доме. Однажды мы были позваны одной семьей, наши верующие, члены церкви, тоже делить имущество, хотя Христос сказал, к нему подошли два брата и говорят, Господи, помоги нам разделить имение, да вот опять какая-то такая же, как я уже сказал, между родственниками вот эти вещи материальные, они как бич какой-то. Умирает бабушка, остается наследство. Слушайте, что мы не делали? Два пресс-фитера не можем навести, до ума довести не можем. Как написано, знаете, если брат вот такой огорченный, то он неприступнее укрепленного города становится. Какие доводы мы не приводили? Неприступные. Слушайте, братья и сестры, цена вопроса была 100 долларов. Цена вопроса 100 долларов. И смотришь, удивляйся, седовласые люди сидят и не могут договориться, потому что кому-то больше на какие-то там 100 долларов. Мы уже говорим, хочешь мы тебе дадим 100 долларов, только ты успокойся. А он сидит и говорит, а я не 100 долларов, я за справедливость. И такой святой, прошу прощения, но это есть, братья, откуда это все, братья и сестры? Я за справедливость. Да ты за 100 долларов. Сейчас тебе дай на 100 долларов больше, и ты сразу успокоишься. Это же чувствовалось. Поэтому эти вещи, братья и сестры, они очень реальные в нашей жизни, и нам нужно к этому правильно относиться, понимать, к чему мы с вами призваны. Восстанавливать отношения. Это главное, к чему призваны мы с вами. Но прежде всего нести в этот мир слово Евангелие, слово Христе. И когда человек получает прощение, он становится мягким человеком, простым человеком, понимающим человеком. Для него уже главное, каково состояние другого человека. Если этого не будет, если не будет самоотречения, то может быть все напрасно. Я не знаю, как вы относитесь к франциску и российскому, но у меня есть к нему определенное уважение. Хотя понятно, что католик и многие вещи другие, но он входит в число одних известных людей, которые очень много написали, сказали, добрых дел сделали. И вот он так как-то выразился. Даруй мне, Господи, состояние мира, чтобы я мог проявлять любовь там, где люди ненавидят, чтобы я мог прощать там, где люди ссорятся, чтобы я мог говорить правду там, где царит ложь, чтобы я принес веру туда, где есть сомнения, чтобы я мог пробудить надежду у унывающих, чтобы я зажигал свет там, где царит тьма. Дай Боже, чтобы я не стремился быть любимым, но старался любить других, быть поднятым, но понимал других, быть утешаемым, но утешал других. Ведь это должно действительно быть и нашим желанием, братья и сестры. Мы меньше должны думать о себе, а больше о других. Это состояние христианина. Христос, когда пришел на землю, его забота была о том, чтобы спасить этот мир. И ради бы одного грешника он пришел в этот мир. Он даже не жалел себя никогда. Воспринимал критику, агрессия, непринятие. Оно ему надо было? Оказывается, да, потому что он пришел спасти нас с вами, братья и сестры, и дать нам примирение с отцом своим, и чтобы мы потом этот мир понесли в этот мир. И смотрите, что говорит Слово Божие. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. С одной стороны, мы уже дети Божьи. Иисус пришел к своим, своего не приняли. Первая глава Иоанна написана в Евангелии. А тем, которые приняли его, далась быть чадами Божьими, детьми Божьими, сыновьями, дочерьми Божьими. Но здесь интересный тоже момент. И они будут в будущее время, заметьте, не уже, что мы есть, но еще будут. То есть это уже результат того, что мы будем делать в нашей жизни. Если мы будем творить добро, если мы будем творить мир и полагать себя на алтарь ради достижения сердец людей, то написано, они будут наречены сынами Божьими. Братья и сестры, это великая честь и привилегия. Мы иногда даже не придаем такого особого значения, кто мы есть по сути сегодня, как прощенные и принятые Богом люди. Вот вся эта Божья благодать, конечно же, откроется в вечности, когда мы увидим прекрасный город, когда мы увидим то, что говорит книга Откровения для нас с вами, что нас ожидает. Тогда мы поймем, оглянемся и скажем, Господи, что-то не доделал, что-то не так сделал, а Ты мне вот это даешь. Как жаль, что упущено, потеряно время. Так вот, сыны Божьи, это великая честь для каждого из нас. До конца мы можем сегодня не оценить что сегодня мы имеем от Бога, но там вечность оценить. Билигрим как-то сказал о себе так, что вот спросили у него, когда придете в вечность, что вы Богу скажете, какие ваши будут чувства, настроения, как вы думаете? Он говорит, я думаю, что как только моя душа выйдет из тела, то одна печаль будет, я мало сделал для Бога. Я мало сделал. Но слушайте, если поставить на весы, что сделал Билигрим и я, и он говорит, я мало сделал для Бога, то что должен сделать я для того, чтобы действительно эти чувства не пришли в мою жизнь? дай Бог, братья и сестры, чтобы мы с вами были людьми мирными, чтобы мы любили Бога, чтобы мы любили людей. И там, где царит любовь, там обязательно будет восстановлен мир. Мы спотыкаемся зачастую на мелочах. Не так посмотрел, повысил голос, не там что-то сказал, что нужно было сказать другое, или промолчал, где нужно было сказать. И от этого начинается конфликтная ситуация. Друзья, дай Бог нам все мудрости, правильные оценки вещей, чтобы мы проявляли учтивость, чтобы мы проявляли уважение, чтобы мы проявляли любовь, потому что это очень важный момент и аспект в жизни каждого из нас. И в заключении хочу на некоторые еще обратить наши вещи, наше внимание, братья и сестры. Вот смотрите, Слово Божие что говорит. Мир внутри себя мы обретаем тогда, когда всю свою жизнь доверяем Богу. Когда мы понимаем, что вот каждая ситуация, она все равно где-то уже прописана была на небесах. Ведь Бог наперед абсолютно знает все, что будет происходило или будет происходить в нашей жизни. Нам только нужно это правильно принять. И понимать, что за всем этим стоит Господь Бог. И оценивать ситуацию с позиции вечности. Не с позиции того, что я от этого поимею, а с позиции того, что я могу дать или отдать, или где-то урезать себя в чем-то, ограничить себя в чем-то. Ради того, чтобы достичь правильных взаимоотношений с человеком. Если мы Богу доверяем, то у нас будет мир в сердце. Значит, так определил Бог. Так определил Господь в моей жизни. Там, где мы живем, там, где мы работаем, то окружение, в котором мы находимся, так определил Бог. Это нужно принять и сказать Господи, значит, это для меня лучшее. только Он заботится о лучшем. Мы заботимся о хорошем. Но Бог готов дать нам самое лучшее. И то, что мы имеем, это как раз нужно для меня. Может быть, меньше, чем у кого-то, может быть, но это то, что дал нам каждому Господь. И когда мы это принимаем, мы тогда спокойны. У нас не будет зависти, у нас не будет претензий, у нас не будет робота. Я понимаю, что небеса так определили. И потому написано, вот смотрите, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Как это иметь совершенный мир, чтобы абсолютно быть спокойным, уравновешенным, смело смотреть в завтрашний день без определенного беспокойства? Это трудно. Без упования на Бога трудно. Но если ты полностью доверил себя Богу, то у тебя будет мир в сердце. Ты спокоен будешь. И тогда ты будешь спокойно распространять этот мир в этом мире. Более того, мы читаем, в Филиппийцам написано, «Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет ваши сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы сосредоточили наше внимание на Боге. что Он хочет от нас, что Он хочет для нас. И тогда мы будем иметь необходимые ресурсы. Они в нас есть. Они в нас есть. Для того, чтобы прийти то ли в дом, то ли в то общество, куда Господь нас посылает. И вот распространять вот этот божественный запах мира и любви. Как Павел пишет, мы распространяем, вот знаете, запах живительный. Одним на жизнь, другим на смерть. Кто как воспримет. Но от нас должно исходить вот это благоухание тепла, которое мы должны нести от Господа этому миру. «Скорбь и теснота всякой души человека, делающие злое. Во-первых, Иудея, потом Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающие доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену». Римлянам 2 глава 9-10. И награда за библейское миротворчество это вечное звание Дитяти Божьей. Это не орден славы, не звезда героя. Это все останется здесь. Оно все сгорит. А то, что я сказал. Награда за миротворчество это вечное звание Детей Божьих. Братья и сестры, пусть Господь нас в этом благословит и оснастит нас необходимыми ресурсами, чтобы мы были сами людьми мира и этот мир несли в этот погибающий мир. И таким образом прославится нас Господь и мы в свое время во дворясь и Господа получим это вечное звание Детей Божьих. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Благословенный Господь и Бог, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Отец мира. Благодарим Тебя за нашего Спасителя Иисуса Христа, который является князем мира. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, примирил нас Своим Отцом и на кресте убил вражду, примирив с Собою небо и землю. Господи, благодарим Тебя, что Ты даешь повеление Твоей Церкви быть миротворцами. Господи, благослови нас, оснасти нас необходимыми ресурсами, чтобы мы были таковыми. Прежде всего, Господь, дай нам полное понимание зависимости от Тебя, полное понимание, что мы находимся в Твоей руке и то, что Ты даешь нам лучшее, Господи. Благослови нас, чтобы мы имели нрав несребролюбивый, чтобы мы, Господь, любили добро, любили людей так, как Ты любишь. И тогда мы сможем творить мир. Господь, этот мир сегодня находится в состоянии вражды, Господи, конфликтов, но Твои дети, которые имеют в своем сердце вот это покой, умиротворение, мы хотим это донести этому миру, что когда они признают Тебя как Спасителя, как Господа в своей жизни, тогда действительно может водвориться мир в этом мире. Господь, благослови нас и благослови эту поместную церковь, чтобы они были отражением Твоего характера, чтобы они действительно могли совершать тот труд, который Ты повелеваешь нам каждому, трудиться в этом мире для Твоей славы, для того, чтобы еще многие обратились к себе и наследовали жизнь вечную. Господи, результат нашего труда известен, это звание Детей Божьих. Благослови нас в этом, Господь. Благослови и Божье продолжение этого служения и за все прославься наш Бог, Отец и Настой Дух. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok